Пока в силиконовой долине только думают, в Нижнем Новгороде берут и делают. Наши мозги закаленнее калифорнийских, и сейчас они работают над созданием первой в мире смарт-камеры для автомобиля. Нанотехнологии сегодня не требуют работы в огромных цехах и ангарах. Ноу-хау разрабатывают с помощью мощного компьютера в обычном офисном центре. Да и выглядит он неприметно, как CD-плеер. Только возможности не сопоставимы с размером. Это очень интеллектуальный видеорегистратор. Все в России знакомы с тем, что такое видеорегистратор, но это видеорегистратор с очень большим количеством дополнительного функционала. Содержит Wi-Fi точку доступа, GPS, содержит точку доступа Bluetooth, может обеспечивать доступ к интернету всем людям, кто находится в машине, может отслеживать ваш стиль вождения. Это очень важная часть функционала, ну и так далее. Новый прибор наделит автомобиль дополнительным интеллектом и одновременно станет его центром. Девайс пока ориентирован на США, где находится та самая силиконовая долина, Японию и Южную Корею. Рынки выбрал заказчик. В этих странах прибор будет работать при поддержке местных сотовых операторов, которые обеспечат беспребойный выход в интернет. Это позволит отслеживать каждое движение автомобиля. В этом устройстве есть такой вот светодиод круговой, зелененький, красивый, называется красивым словом «гало». Так вот, когда вы ведете машину, он фиксирует стиль вашего вождения, количество резких торможений, резких поворотов, ну и так далее. А как только стиль вождения становится не очень хорошим, «гало» начинает немножко краснеть. По сути, ваша задача, ведя машину, постоянно оставлять этот светодиод в зеленой зоне. И, скажем, в Соединенных Штатах возможна ситуация, что если вы, например, полгода ведете, сохраняя правильный, хороший стиль вождения, то у вас будет скидка на страхование вашего автомобиля у страховой компании. Прибор – это конструктор, который в перспективе можно будет наделять новыми функциями. Сейчас он снабжен двумя камерами. Одна фиксирует происходящее в салоне, другая выполняет функцию видеорегистратора. Фронтальный объектив может распознать водителя. То есть сразу появляется еще одна функция – умная сигнализация. Не узнала камера – машина не заведется. Также в нижнем камеру научили определять степень усталости. В перспективе она сможет сообщить водителю, что пора сделать перерыв на отдых. Возможности ограничены фантазией программистов, а не девайса. Хоть и размеры коробочки небольшие, но на самом деле это полноценный компьютер, который работает на платформе Amborello. Там установлена операционная система Linux. И, в принципе, наверное, если подключить монитор и клавиатуру, то, в общем-то, наверное, не будет отличаться от простого, от принятого компьютера вида. Достаточно мощный риск платформа и современная операционная система. То есть это позволяет располагать на устройстве различные программные обеспечения, разработанные различными разработчиками, комбинировать их и получать, в общем-то, на выходе желаемый результат. Кстати, все самые интересные функции смарт-камеры – это стопроцентная наша разработка. Ее научили видеть благодаря компьютерному зрению, а так это обычная GoPro. Другая важная функция – передача картинки и звука по выделенному каналу в сети. Это обеспечит высокоскоростной доступ к гаджетам, скорость и качество передачи данных. Еще одно – это облачные технологии, благодаря которым все данные отправятся по Wi-Fi прямиком на сервер. Цена прибора – это уже зона ответственности заказчика. По неофициальной информации, она составит всего около 100 долларов.